Казанская федеральная университета Канадзава Казанская федеральная университета Канадзава Казанская федеральная университета Канадзава Японские ученые совместно с российскими стремятся сократить целый ряд опасностей для здоровья человека при полете в космос. Дело в том, что из-за длительной невесомости у космонавтов ухудшается состояние костей и мышц. Так что в настоящее время потеря костной массы у астронавтов является одной из острейших проблем со здоровьем, наблюдающихся в условиях космического полета продолжительностью нескольких месяцев. Решить проблему поможет золотая рыбка. Желание она, конечно, не исполняет, но поврежденные кости вполне себе восстанавливает. Как оказалось, эффекты микрогравитации сказываются на рыбах значительно быстрее, чем на людях. Почти сразу после попадания на оквоземную орбиту у них начинается снижение плотности костной ткани, но восстанавливаются они феноменально быстро. Рыбы — это один из немногих объектов, дающий возможность увидеть непосредственное влияние космического полета на организм. Планируется, что полученные данные станут основой для создания новейших лекарственных препаратов для восстановления костной массы. Такой проект, несомненно, несет потенциальное клиническое значение, как и многие другие, в том числе совместные с учеными КФУ проекты, перспективы развития которых будут обсуждены с ректором Казанского университета Ильшатом Гафуровым. В завершении стоит отметить, что японские коллеги проявили интерес к возможности проведения совместных мероприятий в рамках Года Японии в России, которым, как известно, объявлен 2018 год.